Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. Сегодня мы побываем на мастер-классе по выращиванию огурцов. Вспомним одного заслуженного хорошего журналиста. Ну а сначала погода. Конец июля. Самое время закрывать огурчики. Но согласитесь, дорогие друзья, огурцы, выращенные собственными руками, на своей грядке гораздо вкуснее, чем те, которые мы покупаем на рынке или в магазине. И поэтому сегодня мы с вами отправимся на мастер-класс к одному опытному овощеводу, который знает, как вырастить хороший урожай. Как вы думаете, сколько огурцов можно вырастить на одном погонном метре? 5, 8, 10, 12, 33, утверждает наш старый знакомый Виктор Николаевич Жугин. Не верите? Вот, Руслан, смотри. Я вот смотрю так, допустим, да? Вот, смотри. Вот пасынок. Я беру этот пасынок и обрываю. Один огурчик оставляю, видишь? Да, я вижу. Вот даже в два. А вот этот обрываю. Один всего. Теперь вот здесь в пазухе, если что-то есть, больше ничего нет. Видишь? Вот усик был. Вот такой усик. Я его тоже обрываю. Усик. Здесь тоже усик был. Я оборвал. Видишь? Везде идут только ствол и огурцы. Вот, видишь? Вот оборвано. Видно? Да, да. Вот листик и огурчик. Вот дальше я оборвал. Вот. Видишь? Нижняя часть, ты считаешь, она плодоносит, плодоносит. Да, да. Первые три листа я тоже обрываю. Не листа, а между листом и стволом. Вот здесь все вырываю. Три, пять соцветий. Видишь? Уже ничего нет. Ну, я вижу, что вот листы даже, они вот не оборваны, если они даже желтеют, а просто обрезано-то. Да, обрезано. Вот, сейчас я возьму вот это вот. Видишь? Вот. Вот это вот оборву. Вот это вот. Вот здесь. А это оставлю листовую пластину, потому что она будет все равно давать питание, ну, флорофил. Ну, дальше что? Дошли мы до уровня вот подбородка. Что дальше? Дальше отпускаем все. Пусть растут как хотят. Только как хотят, чтобы были женские. Видишь? Только женские, только огурчики. Нет пустоцвета. Нет же пустоцвета. Нет, нет. Почему нет пустоцвета? Ну, ты оборвал уже раньше. Оборвал все. Те пустоцветы. Но пустоцветы, самое главное, это правильно оборвать макушку. Она уже оборвана. Вот это вот, смотри. Огурчики оставляем, а вот листики, точку роста, убираем. Убираем вот эти усики. Усики убираем. Видишь? Все усики вот эти убираем. А оставляем огурчики. Видишь? Два огурчика. Теперь смотри. Вот здесь, в пазухе, вот здесь. Видишь? Огурчик. Вот это убираю. Усик. Вот здесь пойдет снова такой отросток, как там. Вот здесь. Здесь тоже пойдет отросток. На них тоже вот такие огурчики были, только уже не на стволе, а вот как здесь было, внизу, ну, на пасынке, на плодокол. Смотри, вот огурчики, все огурчики, видишь, сколько их огурчиков. А вот я лезу туда в точку роста, вот она. Огурчики останутся как-то. Вот эта точка роста, она должна была расти дальше. Я ее оборвал, остались огурчики, видишь. Вот эти огурчики, они растянутся, и в каждом вот таком на 10 сантиметров соцветие, вот здесь, вот здесь, вот здесь выйдет еще один пасынок, вот с такой же точно. И так же их? И так будет огурчик. Здесь будет, смотри, один, еще два, три огурчика, здесь три огурчика, и на метре будет 33 огурчика. На одном метре? На одном метре. Вот специально сделан вот такую арочку, видишь, вот такую? И получается они вот здесь будут висеть, ну, вот так, пребиназы и собирать. Спасибо, Виктор, большое, что подсказал, как это делать. Очень интересно, что можно собирать огурцы, стоя в полный рост. Мы, конечно, обязательно попробуем дома у себя сделать такое же и надеемся, что у нас тоже это получится. Я думаю, что это все у вас получится. У нас получилось, у вас тоже получится. Я выбираю два сорта, даже три сорта. Значит, первый сорт это, как обычно, феникс, старый добрый феникс. Это пчелоопыляемый сорт. Из опыта уже нескольких лет это миг и хабар. Эти сорта, во-первых, не болеют, во-вторых, им не нужны пчелы, шмели и другие насекомые, которые опыляют. Они самоопыляемые. Представим, что вот под этим сеном земля, чтобы было хорошо видно. То есть от земли не должно проходить никакие микробы, бактерии до ствола. Поэтому что мы делаем? Мы мульчируем сеном от земли. Дальше что пошло? Вот листик. Вот между стволом и листиком есть всякий пасынок растет, огуречек растет. Выламываем это все, оставляем чисто. Второе, первое, второе соцветие, выламываем. Ничего не оставляем, кроме листика и ствола. Третье, видите, вот идет усик. Усик тоже выламываем. И огурчик выламываем. Это вот от земли. Ничего это не нужно, потому что они будут тянуть все на себя. Оставляем листики, потому что эти три листика, раз, два, три, они кормят корневую систему. Их ни за что не нужно убирать. Даже если они заболеют, вот как здесь, вот желтненько немножко, можно оборвать, обрезать. Красим стволик зеленкой или известью. И немножко можно добавить медного купороса. Ну, вообще, там, миллиграмм. Прокрашиваем раз, два, три соцветия. Можно четыре. Вот здесь вот в стволе. И получится, что эта зеленка защитит от загнивания корень. Корень будет здоровым. Еще, кроме того, мы пробовали, проводили эксперимент. Мы взяли и вот так залили водой. Сделали орык. И вот на такое расстояние, где-то 15-20 сантиметров, наверное, залили водой. Не загнил корень, потому что зеленка ему не дает загнить. Она, в общем, антисептик. Год назад ушел из жизни наш друг, наш коллега. Заслуженный журналист Карачаево-Черкиси, член Союза писателей России, Балаю Исуфи Джозаев. До своего 80-летия он не дожил всего один день. Сегодня мы вспоминать будем его вместе с его друзьями и коллегами. Это Хусей Какушев, заслуженный журналист Карачаево-Черкиси и народный поэт Карачаево-Черкиси Хаджи Исмиль Аджибеков. Спасибо вам, дорогие, что вы пришли к нам. Не хватает нам нашего друга? Да, честно говоря, даже не верится, что Балауа нету. Даже у своих друзей у него, вот наши общие друзья, телефон, номера еще сохранены. Рука не поднимается, убрать вот эти номера. Веселый был. Его, вы сами знаете, он легенда вообще-то, легенда и стал для Карачаева-Черкиси, которые его знают. Почему? Потому что действительно у него кроме друзей врагов нету. И он всегда только добрые дела делал. Хоть журналисты, но есть журналисты просто рядовые, которые свое дело делают и зарплату получают. Это не из этих был. Среди ночи мог встать и поехать, если надо его помощь. Судить о нем, каким он был журналистом, немножко сложновато. Почему? Потому что на русском языке были изданы его книги. Достоин чести, по следам предков и так далее. Они пользовались, я думаю, заслуженной популярностью у читателей. А вот каким он был журналистом, какие темы он любил, как он работал? Журналист великолепный был. Очень оперативно, очень быстро. Он мог в течение часа статью сделать, и при том очень хорошую статью. Логично. Все это. И из пальцев никогда не этот. И он умел в одну тему, если взял одну тему, в эту тему вплести еще другое, третье, четвертое. И интересно, очень интересно получалось. Но он что любил? Он о простых людях мог писать прекрасно. Он мог писать вдохновенно, очень вдохновенно о наших ученых, творческих людях. Рассказы у нас мало кто пишет. Хорошие рассказы. Тяжело писать, потому что она короткий жанр такой. Повесть, роман могут писать. А вот рассказы действительно тяжело писать, я по себе знаю. И вот у него рассказы шикарные были. Очень хорошие рассказы, такие жизненные. Понимаете, умел он показать человека, его судьбу, умел показать. Тогда практиковались вот эти совместные выезды, поездки, совместные редакции разных национальностей. Мы выезжали, и я видел, что Балуа практически был знаком со всей республикой. Не было, наверное, кроме младенцев, тех, кто родился там недавно, не было такого человека, с которым бы Балуа не был знаком. Где бы мы ни оказывались, вот это удивительно. В любом населенном пункте Карачао-Черкесии... Эциклопедия ходила. Да, он всех знал, всех людей. И все встречали его доброжелательно, все приглашали его. Если он спрашивал, значит, отвечали очень развернуто. Значит, выдавали информацию от А и Я, я вам скажу так. Насколько я знаю, он работал в газете Карачао последние годы, а до этого 40 лет проработал на радио, который он очень любил. Хаджи Смиль, у меня вот такое ощущение, что его, хотя я немножко наблюдал, но, мне кажется, его любили. Да, это так? Это совершенно точно, Оля, потому что я много лет бок о бок работал с ним, с Балуа. Ну, мы все Балуа-Балуа, хотя он старше был, можно было бы Балуа-Юсуфович перед ним, потому что мы моложе. Все время Балуа и все. Называли Балуа. Это как бы ближе делало человека Балуа. Самая главная характеристика, на мой взгляд, вот что характеризует Балуа человека, это его доброта, делать добро людям. Вот это его самое главное в жизни, можно сказать, и кредо, направление жизненное, что ли. Вот многим людям он делал добро и не требовал взаимности, что ли, вот так вот. Вот я тебе делаю добро, а ты мне верни это добро, как бы. Нет, он бескорыстно делал это добро, вот что удивительно. Значит, и вот это меня поражало всегда. Допустим, в Альбургане. Ну, что такое Альбурган, что такое Балуа, значит, вы все понимаете, да? Там, значит, я записывал нашего писателя, Меримкулова Альбурзу, вот, в связи с его юбилеем, он издал книгу, сейчас я вспомню, слово мудреца, мудрецов, да. И я спрашиваю, кто же тебе помог вот издать эту книгу? Он на меня посмотрел и говорит, не поверите, мне помог Балуа, говорит. Да, он что? Балуа, значит, вот представьте себе, значит, он помог издать абазинскую книгу на абазинском языке. Он имел авторитет среди всех жителей Карачао-Черкесии. Пусть земля ему будет пухом, значит, многие его будут помнить, как Хусей говорит, рука не поднимется, телефонный номер удалить. А вот удалять его добрые дела, значит, из своего сердца, из своей памяти, ну, никак не получится ни у кого, значит. Поэтому этого человека с большой буквой будут помнить всегда, ну, и с теплом отзываться о нем всегда. А вот то, что касается его доброты, вот удивительное дело, у него ведь не такая легкая судьба была, только то, что он двоих сыновей похоронил, да, голод, депортацию, все это он прошел, все это он видел. И тем не менее, вот он по первому зову вот всегда приходил на помощь. Последнюю рубашку отдаст, да? Вот я помню 90-е годы, когда тяжело было всем абсолютно. Зарплаты небольшие, в деньгах он никогда особенно не купался. Ну, вот я помню, такую картину наблюдала, это было возле магазина «Уют» тогда мебельного, и бабушка рылась в мусорке, ну, там что-то она искала, хлебушек. И вот он шел, у него, ну, рубль там, что у него было, вот, он вот так вытащил, говорит, знаете, вам, пожалуйста, только, пожалуйста, не надо вот рыться вот так вот. И вот эта его доброта, она во всем, конечно, сказывалась, и никогда он не жаловался на то, что ему трудно. Вот я знаю очень много примеров, об этом не стоит говорить, наверное, но он, благодаря ему очень, несколько человек стали заслуженными врачами Карачаева-Черкесии, несколько человек учителями заслуженными Карачаева-Черкесии. Вот. Библиотека Карда же стал этим, как там, заслуженный работник культуры. Один наш друг, очень хороший, прекрасный человек, лесовод, стал заслуженным лесоводом Карачаева. То есть, конкретно почему? Он, ну, простой вроде бы журналист, какой он оттуда. Нет, он возбуждал это дело, готовил, помогал, если сам не мог, другого просил, потому что он знал, что это достойные люди. И вот, вот таких много. Старушка больная какая-то была, не могу ходить нога, вот там что-то случилось. Так он оставил и меня, и других. Повел к хирургу, какой-то хирург, о чем он говорит, хороший, фамилию я забыл. И почти час мы во дворе ждали. Вот, вот таких дел очень много было. То есть, он бросил друзей и повел бабушку, да? Да, да, вот мы ждали его. Таких дел очень много было. Это показатель человеченности. По-моему, будет совершенно правильным утверждением сказать, что он был абсолютным интернационалистом. Насколько я знаю, у него друзья были самых разных национальностей, и никогда у него не было, что вот я, вот карачаец, вот моя нация прежде всего, остальные потом. Правильно я говорю? Правильно, очень правильно. Он вообще о национальности и вообще даже не думал он. Кто, ну, действительно, у него такие друзья. И казаки были, и черкесы, и все. И сюда ходили, вот сюда, редакцию, когда я работал, иногда даже перебаршивали. Настолько много ходили к нему ходаки, так много было. Не потому что что-то просить у него, но просто хотели с ним встречаться, вот понимаете. Что касается вот интернационализма Балуа, ну, это не нуждается в таких вот особых таких словах, потому что он был всегда на виду. И не было, вот лично для меня, ни одного такого случая, где бы, значит, какая-то тень легла на него, что ли, чтобы какая-то отрицательная черточка там где-то в моем представлении по отношению к нему появилась. Никогда такого не было. Он общался со всеми ровно, значит, уважительно, так же, как со своими соплеменниками он общался. И вот это отношение не менялось в нем. Не видел я, чтобы какие-то перемены происходили, особенно тогда, когда тут споры разгорелись в республике, в связи с тем, что, ну, это связано было с выборами, мы помним это все прекрасно. Но в нем ничего абсолютно не поменялось. В человеке Балуа все осталось, все в порядке осталось, значит, ничего не поменялось. Как он относился ровно, добросердечно, вот, я еще раз повторю, к своим соплеменникам, так и относился ко всем остальным представителям Карачаева-Черкесии. Пусть, если там что-то есть на том свете, пусть там Бог, пусть особо поблагодарит его за это. Я абсолютно с вами согласна. Я тоже не удаляла его телефон, у меня тоже рука не поднимается. И более того, есть люди, которых ты все равно не забываешь, вот как нашего дорогого Михаила Махмудовича Накуха. Он ушел 4 года назад из жизни, мы его не забыли. Кстати, они дружили. Да, я знаю. Дружили. И вот каждый раз, приходя в церковь, хотя он не был христианином, я все равно каждый раз ставлю свечку, его вспоминаю. Спасибо, что он был в нашей жизни. Великий парень был. Да, очень человек. Спасибо вам, что вы пришли, что вспомнили, отозвались на нашу просьбу. Спасибо вам большое. Я желаю вам творческих удач. Спасибо. Да, спокойной жизни и берегите себя в это непростое время. А вам, дорогие зрители, напоминаю, что сегодня у нас горячая линия. В прямом эфире на вопросы будут отмечать специалисты Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли. Поговорим о ценах на овощи, а также о том, как живется сегодня фермером республики, какие государственные программы работают, чтобы помочь им. Так что звоните, задавайте свои вопросы по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Продолжение следует...